Дари добро. Так называется интернет-проект, который оказывает помощь нуждающимся жителям Светогорска Выборгского района. Его организатор Анастасия Самарина уже год занимается богоугодным делом. Подробности в следующем сюжете. На личном автомобиле Анастасия Самарина спешит то на встречи, то на переговоры, то в гости к многодетным семьям. Сейчас ее встречает Светлана Алексеева и маленькая Елизавета. Настю в этом доме всегда рада видеть. На 40 квадратных метрах здесь ютятся 8 человек. Из них пятеро детей. Семья находится в тяжелой жизненной ситуации. Детские пособия не платят, муж на больничном. Помогали очень в больнице, пока мы лежали. И смесью, и фруктами. И домой привозили одежду ребенку. Маленькая была. И вот сейчас постарше стала тоже. И памперсы. И вообще хорошо. Девочки безотказные. Если что-то надо, обязательно привезут. Помогут всегда. Семья Алексеевых дружная. Старшие дети помогают маме. Вика и с младшей сестренкой позанимается. И в магазин сходит. И на кухню поможет. Готовить умеет. Вот уже год Анастасия Самарина занимается оказанием помощи людям, которые в ней остро нуждаются. Началось все с того момента, когда девушка с помощниками организовала акцию по сбору подарков на Новый год нуждающимся детям. И чудо новогоднее стало чудом каждодневным. Потому что у нас появляются дети, которые изъяты из семьи. У нас появляются дети из малообеспеченных семей. И порой нам нужна одежда, нужно питание, которое должно быть уже вчера. И в этих во всех случаях мы звоним Насте, мы обращаемся к ней. И она, как наш добрый ангел, она нам всегда помогает. Спасибо ей большое. Это совершенно уникальный и чудесный человек. Если в нашей жизни будет больше таких людей, жизнь и наша, и детская станет намного-намного легче. Когда я только начала этим заниматься, многие знакомые говорили мне одну фразу. Зачем тебе это надо? Всем не поможешь. Вот это самая страшная, наверное, фраза. Всем не поможешь. Тогда что, не стоит пытаться? Тогда можно сложить руки и сидеть? Нет, у нас рядом есть люди. У кого-то рядом живет бабушка, можно сходить ей за хлебом. У кого-то рядом живет многодетная семья, и можно помочь матери. Мы все можем что-то сделать. Надо просто пытаться. Анастасия верит в то, что во всем ей помогает Бог. Спешит девушка и в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь она находит поддержку и нужные слова от настоятеля храма, священника Михаила Котова. В Священном Писании есть такие замечательные слова от избытка сердца, говорят уста. И мы с вами тоже понимаем, что доброделание – это является такой основной компонентой евангельского исполнения христовых заповедей. Возлюби Господа, Бога Твоего, всех сердцем Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя. Оказывая помощь всем людям, которые попали в какую-то непредвиденную жизненную ситуацию, тем самым, говорит Христос, вы эту помощь оказываете мне. За период существования интернет-проекта «Дари добро» была оказана помощь более чем 30 семьям. Анастасия благодарит всех неравнодушных святогорцев, которые помогли и продолжают помогать ей. Субтитры создавал DimaTorzok